Если он, Васина мама возражала против меня, там по другому принципу, но всё равно. Ну, в общем, вот тут они женились и стали жить отдельно. Тётя Лида вышла замуж за англичанина. Где она его нашла? А, в то время англичане приехали, это какой-то был 24-й, наверное, год, в Россию поднимать. Вот, их много там приехало. Я не знаю, кем он был за образованием, ну, наверное, не сапожником поднимать Россию. Ну, в общем, она вышла за него замуж, и он в блокаду умер. А как они там жили, я это совсем не знаю. Тётя Лида как-то вот выжила. Ну, это потом ещё. Ну, вот, значит, бабушка вышла замуж, у неё родила пятеро детей. А Лиза вышла замуж? Тётя Лида? Лиза. Лиза? Да, она тоже была замужем, причём она вышла замуж очень поздно, чуть не в сорок лет. Ой, он что-то быстро умер, даже не в войну. Вот. Тётя Лиза и дядя Шура, значит, математики. Тётя Лиза всё время в школе преподавала, а дядя Шура в институте. В институте железнодорожного транспорта. Доцентом, по-моему, даже был. Или старшим преподавал, ещё не знаю. Вот. У него, значит, была жена Зина, которая тоже как-то рано, по-моему, ещё даже до войны умерла. И дочка Ирина Александровна, известная вам. Ясно. Тётя Ира. Тётя Ира. Ну вот, ну что, дальше-то было. Ну, дальше жили, все жили. Бабушка, когда... Про Севастополь я рассказывала? Нет, нет, вот они поженились. А как Севастополь-то? Ну, поженились здесь, значит, революцией, да? И тут, значит, Ленин призвал ехать, осваивать эти... Подожди, минуточку, подожди. Бабушка родилась в 15-м году, бабушка Оля. Ну да. Она была младшая, да? Да. То есть, когда же они поженились? А? Когда же они поженились? То есть, если она родилась в 86-м... Ну, самый старший Шура, Александр. Нет, нет, у них, у бабушки Клавы и у... Я тебе и говорю. А у них этот Шура Александрович. Александр, Александр тоже Владимир. Тоже Александр Владимирович, так. Ну, а что я... Бабушка в 15-м родилась, а бабушка Клавы родилась в 86-м? Да. Да. 86-й плюс 16, скажем, да? Получается... 96-й, 2002-й. Ой, 2002-й? Нет. Ну, тысяча, 1902-й, да? Ага. 1902-й, то есть, с этого момента до 15-го года родилось 5-го родителей, да? Да, да. Ясно. У меня... Ага. Вот. Ну, когда же этот самый... Дед-то умер. А, ну да. Ну, вот, значит, тут революция. Дед работал механиком на заводе на Обуховском. Ныне завод большевиком. Механиком в гараже. Дед-то имеешь в виду Владимир Феликсович? Ну, вот так они все жили-жили. Потом революция. Потом вот этот товарищ Ленин призвал ехать на освоение этих самых казахских степей. Так. Ну, и этот Владимир Феликсович решил ехать. Так. Собрал свою семью, пять человек, детей. И поехали. И было это... Когда Колчак был? 21-22 год. Ну, это надо уточнить. 21-21, а уж в конце было почти. Да. Вот они, значит, ехали-ехали, и на Волге их встретил Колчак. Так. И поезд повернул и уехал в Крым. Так. И бабушка с детьми и с мужем оказалась в Крыму. Так. Вот про Крым есть рассказ. Вот, который нашли в Экипе. Да. Ты его читала? Нет, я не читала. Ну, я тебе его дам. Ну, хорошо, расскажи хотя бы коротко. Да, коротко рассказываю.